Это вот внутренняя часть церкви Святого Николая, внутренний двор. Здесь все найденные ликийские, видно, остатки, останки архитектурные, куски. Интересная вообще такая церковь, собор, собор Святого Николая. Требует все восстановление, тут даже нет вон свода, только внутри оставшиеся части можно увидеть. Святой Николай здесь вот захоронен, его находятся мощи здесь. Сюда, Танюш. Надюш, иди посмотри. Надпись заинтересовала. Ну давайте узнаем, что это за надпись, что это за каши. В этот камень нашли порту Армении. Подисклик в нас, обрати внимание, обнесу. Для того, что три портовых города, подарок, мира и бассейн. Три портовых города, между которыми существовало расписание кораблей. Не только корабли двигались строго по расписанию, но также есть, например, на этом корабле везде, например, мина. Сколько лет должны оставить в воду? То есть таможенные налоги уже тогда взымались. Таможенные, может быть. Понятно, да? Если Танюш, то Танюш и так далее. В церкви не имеет отношение. Но так как это музейная территория, чтобы не разрушалась, его занесли сюда, поставили. Итак, вазаты. Вход в одну церковь. Все храмы строятся по одному и тому же принципу. А когда наступки вход на западе. А почему? Все дело в том, что, конечно же, религия христианства придется наступка назад. Когда наобросовался и зашел святодок, все апостолы получили один и тот же дар. Говорить на иных лицах. И, конечно же, они выходят из Иерусалима. И сначала приходят сюда, проповедуют и связывают здесь. А вот отсюда ни снялся от Даршина, с его конецем, игру, у нас зашел. Понятно, да? Тогда 981. Давай. Девочки, мы тоже сняли. И сейчас мы говорим, что мы тогда, что мы говорим летом. А Мазарисов, это мы делим. Там 952.